МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из военного парада мы сможем увидеть лишь надземную часть. Над столицей края фигуры высшего пилотажа покажет авиация. Предлагаю начать прямой эфир с материала Джамилии Ибрагимовой, моей коллеги, о том, как будет выглядеть праздник и как к вынужденному формату отнеслись ветераны. Для ветерана войны Тамары Ивановны Ениной каждое 9 мая особенная. К нему готовятся заранее. Даже день рождения отмечают менее пышно. День Победы – первый по важности праздник. Однако новость о том, что 75-ю годовщину придется встретить в измененном формате, она приняла стойко и мужественно. Тамара Ивановна уверена, для праздника в том виде, к которому мы привыкли, сейчас времена не самые подходящие. Когда наступит хорошее время, чтобы не жертвовать людьми, тогда празднуем День Победы и пройдет бессмертный полк и будет все хорошо. Просто надо подождать. А нам нужно быть очень дисциплинированным, чтобы соблюдать, чтобы быстрее закончился коронавирус. Это 9 мая определенно будет особенным. Чуточку тихим, молчаливым, но от этого не менее важным. По понятным причинам на улицы городов и сел мы не выйдем. Но несмотря на это, мы все равно будем вспоминать наших героев. Только каждый у себя дома. Будут те же портреты наших фронтовиков, та же минута молчания. А в небе над Ставрополем военная авиация покажет фигуры высшего пилотажа. Тишину неба 9 мая прорежет гул самолетов. Сейчас экипажи отрабатывают полеты. Начало шоу в 10 утра. Горожанам, чтобы посетить мероприятие, только и надо, что выйти на балкон и поднять выше голову. А вот всеми любимая и трогательная акция «Бессмертный полк» тоже передислоцируется. С площадок уличных она переберется на площадки «Виртуальные». Фотографии своих героев можно загрузить на сайте полк.рф до 15.00 9 мая. Именно так поступила Малика Кунтуганова. Каждый год она вместе с портретом своего прапрадедушки Акмухамета Эсенова шла в колонне «Бессмертного полка». В этом году ее героя тоже все увидят. Девочка поместила на сайт фото своего прадеда. Вот так мы с дедушкой пройдем в составе «Виртуального полка». Так можете и вы. Фотографии ваших близких покажут на телеканалах, в интернет-кинотеатрах, на медиаэкранах. А еще можно 9 мая в 19.00 просто выйти с портретом своего защитника на балкон и пропеть всенародно любимую песню «День Победы». Получить праздничное настроение вы сможете даже не отходя от экранов телевизоров. Телеканал «Свое ТВ» проведет марафон к 75-летию Великой Победы. Мы покажем вам тот самый легендарный парад Победы 45-го года и фильмы о войне. Вас ждут прямые включения, интервью, а вместе с финалистами третьего сезона шоу «У меня есть голос» вы сможете спеть любимые песни военных лет. 9 мая мы привыкли отмечать шумно, массово, как одна большая семья. И, конечно, в юбилей Победы всем хочется сходить и возложить цветы в память о тех, без кого нас, может быть, и не было бы. Но сейчас, как никогда, важно остаться дома. Мы с вами обязательно выйдем на улицу, пройдемся в колонии бессмертного полка, но только немного позже. Сейчас надо запастись терпением. И тогда, я уверена, День Победы у нас совпадет с другим важным праздником – днем, когда мы победим вирус. Джамиля Ибрагимова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Своё ТВ 9 мая приготовила для зрителей праздничный марафон в период самоизоляции, пока вы дома. Мы предлагаем встретить и провести торжественный день вместе со своим. С гордостью за тех, кто защищал Родину. С благодарностью труженикам тыла. В память о тех, кто приближал этот великий праздник. Любимые ведущие, интересное интервью, поздравления, прямые включения, возможность увидеть тот самый легендарный Парад Победы 45-го. Мы будем поздравлять друг друга, смотреть лучшие фильмы о войне и, конечно, петь песни в финале народного проекта «У меня есть голос». «Голос Победы» старт в 9 утра. Итак, 9 мая онлайн. Обсуждаем в прямом эфире с министром культуры Ставропольского края Татьяной Лихачёвой и заместителем главного редактора своего ТВ Олегом Исаевым. Здравствуйте, коллеги. Татьяна Ивановна, первый вопрос вам о мероприятиях, которые пройдут в крае завтра, в День Победы. Начнём с возложения цветов. Будет или отменяется в этом году? Добрый вечер всех с наступающим праздником, самым главным праздником каждой нашей семьи – Днём Победы. Да, действительно, этот День Победы у нас пройдёт совершенно в новом формате, необычным не только для жителей, но и для нас, конечно, для работников культуры. Возложение в этом году, массовое возложение цветов, конечно, не будет проходить. Но если у вас есть желание, вы можете прийти, возложить цветы, но соблюдая дистанцию и, конечно же, все меры предосторожности. И не нужно приходить большим скоплением народа. И, конечно, этот зов сердца и порыв его не остановить, но, тем не менее, вы сейчас прекрасно понимаете, в какой ситуации мы находимся. Лучше оставаться дома и наслаждаться той программой, которой подготовлены и телевидением, и через соцсети пройдёт огромное количество акций, в которые можно поучаствовать. Вы сейчас видите, как украшаются все города, районы наши. Каждый в своей семье украшает окна. Это всероссийская акция «Окна Победы», и у нас тысячи жителей включились в это активно. Вы только что рассказали о бессмертном полку. Если кто-то не зарегистрировался, можно просто выставить портрет своего героя в окно. Это будет своего рода тоже продолжение бессмертного полка. Утром вы можете послушать, и это надо послушать, обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Посмотреть в небе авиашоу, которое подготовлено нашими военными. И обязательно послушать музыку, которая будет звучать с улиц через громкоговорители, через машины, через колокольчики, которые мы привыкли слушать. Там будет звучать не только музыка, но и в эфир выйдет хроника тех событий, давних событий, но таких трепетных до сегодняшнего дня, которые трогают каждого жителя нашего края. Конечно, проедут по городам и отдельные оформленные машины с поздравлениями для жителей. Я хочу сказать, что в этот день наши артисты включается такой концерт на балконе. То есть те наши исполнители, которые находятся дома, они прямо с балкона будут петь. И, пожалуйста, открывайте окна и пойте вместе с нами. И вечерняя программа, о чем мы с вами говорили уже, это в 17.40 свое ТВ, будет программа «У меня есть голос», это наш с вами совместный проект. Я думаю, вы еще о нем расскажете. Безусловно, мы это обсудим сегодня еще. Необычный, конечно, формат работы. Очень сложно будет нашим исполнителям. Я думаю, еще сложнее будет жюри. Но в 19.00 у нас будет по всей России «Минута молчания». И эта «Минута молчания» завершается исполнением великой песни «День Победы». И мы всех призываем подключиться к этой акции, выйти на балкон, открыть окна, взять портреты своих героев. И все в едином порыве спеть эту великую песню, для того, чтобы она прошла через все сердца. Я хочу сказать огромные слова благодарности сегодня нашим детям, которые настоящие наследники Победы. Они включились в читающую армию правнуков. Вы посмотрите, сколько в соцсетях мы видим от мала до велика читают стихов, поют песни. То есть очень активно все наши жители подключились. Несмотря на то, что особые сейчас условия, но тем не менее этот «День Победы» есть. И спасибо сегодня мы говорим своим ветеранам, живущим и помним тех, кого уже, к сожалению, нет с нами. И эта память сохранится в наших сердцах и обязательно передается нашему поколению. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Вы вкратце проанонсировали практически большинство мероприятий, которые будут проходить завтра, 9 мая. Давайте теперь об этом, обо всем поговорим поподробнее. Жители Ставрополя примут участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». И онлайн-концерт планируется провести с балкона здания Дома офицеров с 11 утра до 12.30. Количество артистов при этом будет минимальным 8 человек, чтобы соблюсти меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Расскажите, пожалуйста, вот о «Бессмертном полку» онлайн, да, как вот он будет проходить, где его могут посмотреть зрители, а также еще про другие какие-то онлайн-концерты. И какие еще будут мероприятия в режиме онлайн, которые могут ставропольцы посмотреть и принять в них участие? «Бессмертный полк» это будет и по телевидению, и через сети портал «Бессмертного полка». И начнет шествие он, как мы понимаем, с Дальнего Востока, так как там начинается раньше. В онлайн-сетях вы можете посмотреть и зайти на любые наши аккаунты в Ютубе или в Одноклассники, в ВКонтакте, на официальных сайтах. Наших государственных учреждений культуры, где пройдет очень большое количество различных акций. В музее проводят игры, квесты, конкурсы. Дом народного творчества на своем официальном сайте включает полную программу и карту Ставропольского края, где каждый район загорает со своей звездочкой. Нажав на эту звездочку, вы услышите поздравления головы района или городского округа и увидите выступление фронтовой бригады в онлайн-режиме. Вы можете зайти в Ютубе и найти огромное количество уже записанных песен, посвященных Великой Победе в исполнении государственного ансамбля песни и танца Ставрополья или государственной филармонии. Наши театры подготовили большое количество своих выступлений. Сейчас актеры драматического театра практически ежедневно через соцсети выкладывают свое творчество. Или фрагменты спектаклей, исполнение песен, прочтение каких-либо стихов и так далее. То есть все соцсети сейчас подключены к каждый музей. Пожалуйста, зайдите на сайт Музея изобразительных искусств. Там замечательные подготовлены видеофильмы, которые рассказывают о творчестве наших художников, участников Великой Отечественной войны. Спасибо большое. Вот я хочу рассказать зрителям о том, что у дома ветерана в Лермонтове Парад Победы уже прошел. И это не единичный случай. Торжественное событие длилось 40 минут. Перед окнами Юрия Васильевича Нищерета прошли военнослужащие Пятигорского батальона оперативного назначения Росгвардии. А военный оркестр исполнил песни военных лет. Юрий Васильевич награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени в ноябре 43-го за образцовое выполнение боевых заданий. Отличился ветеран и при форсировании Днепра. Тогда в бою Юрий Васильевич уничтожил два пулемета, пять огневых точек и до взвода пехоты противника. Спасибо ему за это и низкий поклон. Жители Ставрополья активно участвуют во всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Окна домов и квартир украшают георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности, именами героев. В социальных сетях Ставрополья внушительное количество публикаций. Несмотря на самоизоляцию, праздник 9 мая отменить невозможно. Олег, коллега, расскажи, как проходит эта акция. И много ли жителей краевой столицы подключились к ней? Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Татьяна Ивановна. Рад видеть вас, коллеги. Ну, конечно, да, расскажу. Наш телеканал присоединился к всероссийской, всемирной акции «Наследники Победы». И сейчас нам в социальные сети активно присылают жители Ставропольского края видеоролики, записанные на камеру мобильного телефона. В основном, это, конечно, дети. Каждый ребенок исполняет либо песню, либо створение какое-то, либо просто говорит какие-то пожелания своим дедам и прадедам. И это настолько трогательно. Это всегда здорово, когда молодые поколения приобщаются вот к этому, самому, наверное, сердечному празднику 9 мая, к Дню Победы. Я призываю всех присоединиться к этой акции тоже. Называется она, еще раз повторяю, «Наследники Победы». Здесь необходимо записать короткий ролик и прислать к нам в Инстаграм или на адрес, который указан на нашем сайте stv24.tv. И, конечно, попасть в Инстаграм своего ТВ, в историю Инстаграма своего ТВ, поскольку подписчиков у нас очень много и ваши ролики увидят практически весь Ставропольский край. Ну да, здесь хочется отметить, что наш телеканал запустил не только, ну как бы это флешмоб для Ставрополья, Олег не даст соврать, а это всемирный флешмоб, да? Собственно, могут и люди неравнодушные из любой точки нашей планеты прислать и, собственно, свой материал. Верно, Олег? Совершенно верно, Марина. Абсолютно точно. Присылайте, пожалуйста, мы будем рады каждой видеозаписи. Ну вот, как бы, акций у своего ТВ не одна и не две к 9 февраля. Простите, к 9 мая. Думаю об акции февральской «Свое ТВ», мы запустили ее в феврале «Голос песни Победы». Главный финал Ставрополя пройдет именно 9 мая. Олег, расскажи о нем зрителям. Где посмотреть финал при учете режима самоизоляции? Гала-концерта в привычном понимании, к сожалению, не будет. Прежде всего, я хочу сказать, что вообще проект «У меня есть голос», в рамках которого в этом году проходит третий сезон, который мы назвали «Голос Победы», был бы невозможен без наших соорганизаторов. Это Министерство культуры Ставропольского края. Я всегда называю Татьяну Ивановну Лихачеву талисманом нашего конкурса, потому что она настолько радует, она настолько радуется за ребят, которые высылают свои заявки, принимают участие в нашем конкурсе. И, конечно, это Краевой дом народного творчества, потому что вся организационная работа лежит на них. Они вот, ну, просто, не знаю, золотые люди. Что касается главного финала, до этого прошли четыре отборочных зональных концерта в Буденовске, в Железноводске, в Ипатово и здесь, в Ставрополе. И вот как раз четвертый отборочный зональный концерт, он прошел в необычном для нас формате. Ну, во-первых, я стоял в студии, а не на сцене. И наши участники должны были записать свое выступление дома. Мы, конечно, давали, как телевизионщики, какие-то правила, какие-то векторы, как это делать вообще. Потому что ребята надеялись выйти, как это каждый год у нас, Татьяна Ивановна не даст соврать, в голосе случается, выйти на большую сцену с хорошим звуком, с светом, с замечательной нашей подтанцовкой ансамблем Ставрополья, с микрофонами отработать. Но случилась вот такая беда. Но я хочу сказать, что российский народ всегда так было, всегда так будет, всегда пел и будет петь в любых ситуациях. Поэтому все записанные видео мы показали на четвертом отборочном, так сказать, сделав онлайн-концерт. То же самое практически у нас будет и 9 мая. В 17.40 стартует главный финал проекта «У меня есть голос, голос победы». С каждым из исполнителей, их 20 человек, они абсолютно из разных. Практически все районы, городские округа представлены в этом концерте. Это здорово. С каждым из них мы вот так, как сейчас, Марина, с тобой, с Татьяной Ивановной выше выйдем на связь по скайпу. С каждым поговорим. Ребята нам расскажут, что происходит 9 мая у них в районах, у них в городах. Ну и, конечно, будут их песни. К сожалению, они их исполнят не вживую. Это будут их исполнения из разных отборочных туров. Собственно говоря, те песни, которые прошли в главный финал, когда их выбирали телезрители и, конечно, жюри. И, конечно, наш голос, как уже отметила Татьяна Ивановна, прервется в 19 часов на ту традицию, которая повторяется каждый год. И когда все люди поднимаются, склоняют головы, это минута молчания. Конечно же, она будет. И я, на самом деле, очень горжусь, что она будет именно в нашем блоке, в «Голосе Победы». И после минуты молчания мы дослушаем, досмотрим имена наших участников. Жюри подведет итоги, и два человека от двухвозрастной категории, это дети и взрослые, станут победителями нашего проекта. Олег, я спешу спросить, какой приз ждет победителя? Ты знаешь, Марина, вот Татьяна Ивановна сейчас улыбается. Дело в том, что каждый год мы готовим какую-то интригу. И, на самом деле, я об интриге уже рассказал, об этой. Победители главного финала получат два приза, денежная премия по 300 тысяч рублей, но проект «Голос Победы» на этом не закончится. Дело в том, что у нас остается еще два этапа, которые мы не прошли, традиционных этапов, это интернет-голосование, первый этап. Дело в том, что на каждый отборочный тур приезжали сотни участников, из которых отбирало жюри участников отборочных зональных концертов. Мы не можем их оставить за бортом. Чересчур талантливы у нас жители Ставропольского края. Тех выступлений мы фитировали на видео. И ближе к осени мы откроем специальную интернет-страницу на нашем портале stv24.tv и на неделю ровно откроем интернет-голосование. Наши уважаемые телезрители, пользователи интернета выберут двух человек, которым мы присвоим звание «Интернет-голос дети» и «Интернет-голос взрослые». Они получат от наших партнеров «Зеленые точки» два замечательных ноутбука. Ну и осенью, я сейчас не буду называть никакие даты, месяцы, осенью, как мы и планировали с Министерством культуры, с Дом народного творчества, на одной из главных площадей Ставропольского края, естественно, в краевой столице это будет, на хорошей сцене, с великолепным звуком и светом, мы сделаем, наверное, самый лучший концерт, который назовем именем нашего конкурса в этом году «Голос Победы», где 20 человек выступят и двое из них получат специальное звание «Народный голос Ставропольского края», потому что до этого концерта мы все-таки проведем большое народное голосование и зрители, жители Ставропольского края смогут выбрать вот эти два самых лучших, по мнению, голоса. Они получат по 100 тысяч рублей. Спасибо большое, исчерпывающее, Олег, коллега. Хочется еще сообщить информации о завтрашнем дне. Сообщает мэрия краевой столицы 9 мая с 18 до 19 часов на четырех площадках в микрорайонах города в рамках акции «На волне Победы» будут звучать музыка военных лет, песни. Горожане смогут не только подпевать любимым исполнителям, но и знают историю каждой композиции. Выходить из дома при этом не нужно, можно подпевать прямо с балкона или из окна. Вот, собственно, вы видели адреса концертных площадок. Это и Карла Маркса, и Тухачевского, и Морозова. Разные уголки краевой столицы. В 19.00, напомню, пройдет Всероссийская минута молчания, к которой Ставрополье непременно присоединится. Ну и что можно еще добавить? Если возвращаться к сценарию мероприятия 9 мая, то сразу же после минуты молчания Ставропольцам, как уже сказала Татьяна Ивановна, предлагают выйти на балконы, выйти во дворы и исполнить все вместе песню «День Победы». Скажите, пожалуйста, Татьяна Ивановна, Олег, как вот вам такая акция? Да, акция объединяет всех, это однозначно. Она пропускается всегда через сердце. И это как раз песня, которая объединяет абсолютно всех. Она нам родная, как только вот ее исполнили, с самого первого дня. И без нее, как только она звучит, посмотрите, когда в зале звучит «День Победы», встают все до одного сразу и поют эту песню стоя. Это дань на памяти, это гордость, это слава, это горесть, это трагедия, которая была это все вместе в этой единой песне. И будет петь вся Россия. И поэтому, конечно, я думаю, что только, понимая, что мы празднуем этот «День Победы» как всегда, все вместе и объединяем. Объединяемся этой песне однозначно, она для всех дорога. Я добавлю, что в нашем эфире песня «День Победы» тоже прозвучит, как раз после минуты молчания. В студии мы ее исполним, потому что мы не сможем выйти на улицу, к сожалению, у нас даже окон нет. Но в студии и в эфире нашего канала мы ее обязательно исполним. И будем сердцем со всеми, кто выйдет в эту минуту на балкон и в окна и эту великую песню всем миром, всей нашей огромной страной исполним. Спасибо большое, коллеги. Ну, я хотела бы сказать еще немного о памяти. На Ставрополье продолжают расцветать памятные сады. Практически на всех территориях высаживают новые деревья, местами целые леса и рощи. Об этом сюжет моей коллеги Яны Лукошкиной. Вот так одну за другой в Есентуках высаживают пока еще крошечные крымские сосны в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Пройдет всего несколько лет, и это место превратится в уютный памятный лес. Выглядеть он будет так. На данном участке в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне высажено порядка 27 тысяч саженцев крымской сосны, трехлетки. Участок составляет 6 гектар. Такие сады памяти расцветут в каждом уголке Ставрополья. Масштабы в этой акции, конечно, важные, но не обязательные условия. Принять участие в акции на самом деле может каждый желающий. Если вы живете в частном доме или, к примеру, сейчас находитесь на даче, посадите дерево на своем участке, и оно всегда будет напоминать вам о подвигах ваших предков. Как увековечить память о своих героях решили сразу несколько семей из села Александровского. Лена Лунева посадила фруктовое дерево в память об отце Петре Кудинове. Говорить о войне ветеран не любил, поэтому женщина знает о его фронтовом пути немногое. Известно, что защищать страну он ушел в 19 лет, был ранен, после попал в плен, но домой все-таки вернулся. Это будет память, пока я жива для меня, для моих детей, для моих уже и внуков. Я им, когда они приедут в гости, я им расскажу и покажу это дерево. И пусть они тоже помнят, потому что это все-таки очень дорогого стоит. Акция «Сад памяти» международная. На Ставрополье она стартовала еще в марте. В марте начали посадки «Сада памяти». В лесном фонде мы посадили 54 гектара, это более 165 тысяч деревьев, различных пород и кустарников. И на землях муниципальных около 7 гектар, более 16 тысяч саженцев, различных тоже пород. Это и на территории детских садов, и школ, и детских домов. А планируют высадить свои «Сады памяти» Яна Лукошкина, Виктория Шкальная, Сергей Трегубов и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Спасибо большое, коллеги, за информативный прямой эфир. С наступающим вас праздником и наших зрителей, конечно. Оставайтесь дома, смотрите «Салют» из дома, отмечайте праздник вместе со своим ТВ и берегите себя. Продолжение следует...